АТОБЕК СУЛЕМАНОВ Участвуют и музыканты, диджей, продюсеры, государственные чиновники, предприниматели, эксперты в области устойчивого развития, экологи. Это соприкосновение различных интересов, культур, чтобы привлечь внимание к этому региону и постараться ему помочь. Принимая, что море никогда не вернется, по крайней мере, в ближайшее время, мы должны каким-то образом концентрировать внимание вокруг этого региона. И только через концентрацию можно получить какой-то прогресс, какие-то прорывные решения, какие-то прорывные проекты. Вот это и есть фестиваль стихий, он очень интернациональный. У нашей команды есть и с Казахстана, с России, с Европы, ребята. У нас артисты приезжают с различных уголков. В первую очередь мы пытаемся и из Средней Азии диджеев, и артистов пригласить. В общем-то, это фестиваль, это большое стихийное происшествие. И в Муйнаке, когда вы туда приходите, к этому обелиску Райского моря, вот это чувство опустошенности, оно настолько сильное, что, в общем-то, каждому носит что-то свое. Я унес идею, что там надо сделать какое-нибудь такое вот, что-то очень эклектичное. Ну, на данный момент фестиваль включает в себя, это сам музыкальный фестиваль. Это проект стихии N+, это форум, научно-популярный, будет вокруг темы устойчивого развития, экологии, охраны окружающей среды. Это проект 6 миллиардов деревьев, в рамках которого мы собираем средства для высадки засухоустойчивых пустынных растений, деревьев. 6 миллиардов, это потому что ровно столько нужно, чтобы засеять все образовавшееся дном Райского моря. Это порядка 4 миллионов гектар. Фактически вы находитесь на месте бедствия, которое произошло, потому что вода ушла. Поэтому мы и проводим форум, для того, чтобы на форуме люди могли не просто там приехать поразвлекаться, но и, в общем, просто поговорить. Это же не просто увеселительное мероприятие. Как бы банально это ни звучало, без воды нет жизни. Это был город Оазис, один из портовых городов. Там был один из четырех крупнейших консервных заводов в Советском Союзе. Как это все возразить? Сейчас воды нет, ну и толком и жизни там никакой нет. Среда меняется. И проблема в том, что она меняется медленно. Поэтому нам кажется, что ничего не происходит. Вот послание, которое мы можем дать, это то, что это происходит, это действительно проблема есть. Мы ее уже ощущаем. А теперь представьте, как будут ощущать ее ваши дети, ваши внуки, правнуки. Если мы не начнем какое-то коллективное, более осознанное отношение к ресурсам, то надо это, в общем-то, поднимать какую-то осознанность. Надо понимать, что климат меняется. И рано или поздно, скорее всего, рано, он станет вообще большой проблемой. А может быть, он уже стал большой проблемой, мы просто привыкли к этому.